Арбалет Кап Бест оф Фо Арбалет Кап Бест оф Арбалет Кап Бест оф Вот, допустим, за атаку у вас иногда не очень получалось, а за защиту вы соперников гораздо сильнее играли. И многие посчитали, что вы просто не раскрываете всех тактик и готовитесь, допустим, к этому турниру. Что на этом можешь сказать? Ну, сказать так, что мы закрывали наши тактики. Просто, может быть, мы не показывали все, что у нас было заготовлено, но мы играли в полную силу. Просто на трене оба раза у нас не пошла игра за атаку, они показывали отличный дефенс. Мы играли в нашу игру, просто я бы не сказал, чтобы мы не полили тактики, но просто они лучше играли за контролем, чем мы, и все. К этому турниру как готовились и когда начали вообще готовиться? Мы прилетели с Нарьвеги в воскресенье, один вечер мы провели в кругу семьи, и после этого с понедельника мы опять начали наши тренировки в привычном режиме. Играли с топами европейскими командами, такими как Маус Спортс, Атакс, Фраг Экзекьюторс. Результат достаточно хороший был на этих тренировках. Надеюсь, мы можем показать нашу лучшую игру здесь. Ясно. А где вы вообще тренируетесь? У вас база своя есть? Да, у нас квартира на университете, отличные условия для тренировок, прекрасные компьютеры, хорошие условия для жизни, отличный интернет. Вообще никаких проблем с этим нет у нас. Ясно. А вот сейчас ты посмотрел игры Na'Vi, что можешь сказать по этому поводу? За счет чего они обыграли СК? Не знаю, я на самом деле успел посмотреть только одну карту, потому что мы вчера приехали вечером и легли сразу отдыхать. И все, и проснулись сейчас-то поздно, потому что все эти дни мы тренировались. И за день до вылета у нас получилось то, что самолет был с утра, и у нас очень мало получилось поспать, поэтому достаточно поздно сюда приехали. Все, что я смог увидеть, то, что Na'Vi играет в своей манере, раскрепощенно. СК как-то достаточно скованно играет в плане тактических раундов. Как-то видно, чувствуется сковорость, непонятно почему. Но, видимо, я увидел только третью карту, я не знаю, что было на первых двух. Но Na'Vi играет в том же стиле, в котором они играют в последних чемпионатах. Очень уверенно. И вообще без шансов почти для СК. Вообще такая система, где каждый с каждым играет по пять карт. Вот, допустим, сегодня сказали, что это не единственный турнир, и чтобы утереть таких турниров. И как вообще считаешь, что это все же шоу-турнир, или это турнир, на котором можно набраться опыта игры с такими грандами? Ну, конечно, как бы все говорят, что это шоу-турнир, но на самом деле это отличная возможность всем командам хорошо потренироваться прежде всего, потому что пять карт и мэп-сайкл с каждой командой. Тем более для нас, грубо говоря, мэп-сайкл с лучшей командой мира и с двумя шведскими коллективами, которые являются грандами мирового контер-страйка. Это отличная тренировка, и это, безусловно, покажет нам наши ошибки, в каком направлении нам стоит двигаться дальше. Ясно. А что вообще ждать? Какая вот задача минимум стоит на этот турнир? Есть ли она вообще? Или, допустим, как можно больше взять карт у кого-то? И еще такой вопрос. С кем больше всего хочешь поиграть? И, может, есть в какой команде что доказать? Ну, хочется играть, конечно, со всеми соперниками, потому что сейчас, наверное, это топ-3 мира. С датик на СК. С кем-то особенный у меня нет такого, потому что с этими всеми командами я уже играл, как бы, и ничего нового для этого нету, как бы. Вот. Задачи минимума, какого нету. Мы должны показать хороший результат. Загазринг был проверкой для нас, типа, ну вот, мы выставили, заняли второе место. Сейчас мы поработали над нашими ошибками, поняли, что это не так. И я считаю то, что хорошим результатом будет попадание в тройку. Вот. Но не обидно будет... Загазринг тут нету. Да. И не обидно будет даже занять четвертое место, при том, что у нас будут нормальные счета по картам с ребятами. Так что я не считаю, что нет какой-то датчик минимума. Датчик минимума – показать хорошую игру и не расчетовать наших болельщиков. Ясно. Спасибо за интервью. Удачи.